Здарова народ попали на мой канал Дядя Некит и сегодня с вами будет разбор ситуации кубка мобильных фиферов в которых сожалению я не попал и даже больше был кандидатом на этот кубок, меня просматривали, меня даже пригласили в беседу, но при этом потом почему-то не заладилось и сегодня я вам расскажу что произошло. Поехали! Я знаю что многие писали в комментариях у сборца, у меня просто писали что типа ждем Некита, ждем дядю Некита, хотим чтобы Некит принял участие на этом турнире, где Некит. Сборец конечно же это заметил, Тимур конечно же в итоге кинул мне приглас, сказал обязательно пригласим этого человека. Возьми на кубок мобильных фиферу дядю Некита, я видел что мне много кто написал по поводу него, определимся пацаны, мы берем типа возможно, ну я думаю что, скажу вам уже ладно, я думаю что такие фиферы как Аш, дядя Некит, Стронг и еще некоторые сыграют отбор и один наверное из них попадет. В кубок мобильных фиферов. Будет на отборе, пятое-десятое, в общем столько хороших слов, я блять обрадовался, ну а дальше происходит вот это. На самом деле ребята я не хочу чтобы вы там думали что я там что-то кого-то обманул или что-то где-то не так. И даже больше я не хочу чтобы вы думали что там я сборца хочу выставить как плохого человека, нет ребята, сборец Тимур очень хороший человек, хороший, грамотный, качественный, но иногда конечно же у него бывают такие небольшие свисты фляг, если можно так сказать. И где-то даже он бывает ну немножко перегибает, но это ни в коем случае не отображается на его ютюберской карьере и же просто как человека. Дело было в конце августа. Тимур сборец выкладывает видос где говорит о формальных номинантах на кубок мобильных фиферов, кого он может пригласить и позвать. В итоге к сожалению так и не обговорив со многими участниками которые были упомянуты в ролике у него, он с ними не обговорил и конечно же соответственно они не приняли участие, даже больше половины людей не приняли участие в этом кубке мобильных фиферов. То есть борец просто грубо говоря дал им бесплатный пиар, особенно таким людям как Лекакой, который не так и не поучаствует на кубке мобильных фиферов, а который просто был как номинант. То есть даже ему не писали ничего и в итоге вот так все получилось. В итоге под этим роликом собралось очень много комментариев, различных блогеров приглашать пытались, Алабата здорово кстати, писали про Аша, про Стронга, про Дейга, про меня, про Вансфуд, который кстати смотрит мой канал. Всем пацаны здорово, я знаю что вы все просмотрите наверняка. Он всем им написал, то бишь и мне, тем самым сейчас, ну я не хочу палить конечно же всю переписку, потому что это будет некрамотно, некорректно, неправильно, но я вам скажу только самые лучшие моменты. В итоге на следующий же день у Тимура Сборца происходит стрим на канале, где он говорит, что типа мы пригласим и сделаем скорее всего отбор, таким людям как Аш, Дядя Некет и еще несколько будут участвовать в отборе на кубок мобильных фиферов, потому что у них очень маленькие каналы, пятое, десятое. В итоге, ну то есть дав всем надежду сказал его слова. Все получат шанс, это его слова, все там будут на отборе, все получат шанс. Это его слова, к этим словам можно в принципе придраться. В итоге он сдержал свое слово и в итоге через наверное пару-тройку дней в ожидании, я сижу, я не знаю что делать, как, кого, может быть самому написать. В итоге через пару-тройку дней Тимур сам не пишет, отправляет ссылку на беседу и говорит зайди. Вот она, это ссылка пацаны, 31 августа, он пишет зайди, типа заходи, все, он мне приглашает в беседу, я вступаю в эту беседу, радостный, о том, что все, да, я на кубке мобильных фиферов, ура, класс, я там лучший, список 12 лучших попал, есть, 5 минут моя радость происходит, я успеваю проголосовать в вопросе, в каком-то уже не помню, где в итоге Тимур. Тимур, потом через 5 минут, ровно через 5 минут меня кикает из этого, из этой лиги, из этого вот беседы. В итоге я нихуя не понимаю, что происходит, хотя, конечно же, формально я понимаю, что происходит, но просто ради приличия я решил спросить. В итоге я ему пишу вопрос, он его читает, не отвечаю, потом через пару часов я ему еще раз пишу, что произошло, он опять читает, не отвечает, потом я ему уже бешусь, я уже реально психанул и написал, типа, не, ну реально, я не понимаю, объясни причину. Типа актив, если это так, ты же сам сказал, что будет отбор и все получат шанс, или не так. В итоге, через это сообщение Тимур мне всё-таки решил ответить и написал, что из актива не подходишь, сори, попробуй поднимать и залетишь потом. Очень некрасиво поведение со стороны Тимура, но я могу это объяснить. Лично моё мнение, пацаны, я высказываю своё мнение, я надеюсь, никого за это не посадят и запрещенного ничего здесь нет, высказать своё мнение в интернете. Конечно же, Тимур, если бы мне так изначально написал бы, даже вот просто не кидая ссылку на эту беседу, а просто изначально мне написал, то окей, я бы понял, я бы вошёл в ситуацию, но Тимур меня обнадёжил, я больше всего ненавижу это чувство, ощущение, когда тебя обнадёживает человек. Когда тебе сначала пишут, что ок, ты там заебенный, классный, ты входишь в список 12 лучших мобильных фиферов 21-го года, но потом я еблась и тебя кикают через 5 минут, клянусь, чуваки, 5 минут прошло, а меня кикнули с турнира. Блядь, из беседы. Если бы, Тимур, ты мне написал бы, я знаю, что ты будешь смотреть, если бы ты мне написал заранее, там, за 2 дня или за день, ну или хотя бы в этот же день, ты бы мне не кидал ссылку и писал зайди, а просто написал бы мне, что чел, ты не подходишь, пошёл нахуй, ты нам не нужен, окей, я бы всё понял, но ты, человек, кидаешь мне ссылку, я захожу в беседу, я радуюсь, и потом ты мне кикаешь, ты меня выставляешь максимально неудобно перед другими мобильными фиферами и перед самим собой, и я не понимаю, что происходит. Конечно же, потом я продолжаю переписку, что ты же говорил, что сейчас получат все, даже на отборе, в итоге он пишет, что ты даже на отбор не подходишь, такие правила, слишком маленький актив, брат. Я не знаю, что здесь ещё раз ответить, пацаны, но честно, возможно, по факту, возможно, не по факту, но, блин, по факту у меня реально плохой актив, если так проанализировать мои ролики, в последнее время очень плохой актив, но какие-то ролики у меня хорошо заходят, какие-то ролики у меня неплохо поднимают, те же фильтры, те же там всякие разные видосы без рынка, это очень хорошо у меня заходит на канале, просто Тимур не захотел, видимо, мониторить мой канал, он не стал его мониторить, и он не стал смотреть, сколько у меня набирали просмотров прошлые кубки мобильных фиферов, у меня каждая движуха с кубком мобильных фиферов всегда набирала актив, это было в 18-м, это было в 20-м, это было в 19-м и в 21-м. 4 года у меня, когда идёт кубок мобильных фиферов, у меня постоянно идёт хороший актив на этом кубке, даже учитывая, что у меня было мало подписчиков. Я ему написал, я понимаю, потому что я действительно уже на тот момент уже окончательно всё понял, расстроился максимально, у меня началась депрессия, он пишет, нагоняй его, я слышал, ты не первый год снимаешь, за столько времени по 50 просмотров, ну это значит, ты не стараешься, рил, блядь! Тимур, ну это очень обидно, реально, типа, ну ты просто не представляешь, сколько сил я вкладываю в создание роликов, сколько я сил вкладываю в создание контента, разработка, мало того, что выложить, обложка, хуёшка, я каждый день живу ютубом, я клянусь, я даже из-за этого получаю проблемы в обучении, у меня, блядь, с колледжем, и я не понимаю, я каждый день, у меня каждый день сидят мысли в голове, может какую-нибудь новую рубрику, у нас что-то новое, это, 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 как мне сделать, как мне выбиться, и я на протяжении 5 лет, блядь, в этом году будет ровно 5 лет, как я снимаю FIFA Mobile, как я вообще сижу вот в этой шьей движухе ютуберской, 5 лет! И за 5 лет у меня, я не буду спорить, что плохой актив, что я там, возможно, чего-то не добился за эти 5 лет, по сравнению со сборцами я, блядь, вообще, блядь, рядом не стою, но ты бы мог дать мне шанс, к тому же на этом кубке участвуют люди, у которых общее суммарное количество просмотров меньше, чем у меня, самый популярный ролик хуже, чем у меня, количество лайков на самый популярный ролик хуже, чем у меня, блядь, я не понимаю, что происходит, искренне, блядь, я бомблю, потому что изначально я всё понял, но потом, разобравшись ситуации, проанализировав, что не так, что так, я понял, что это максимально несправедливо ко мне, к тому же, Тимур, ты же знаешь прекрасно, мы с тобой переписывались ещё давно, я тебя смотрю четвёртый год, четвёртый, блядь, год, даже больше, я тебя зигзага смотрю, ты мне не мог дать шанс, как самому такому олдовому фиферу, в итоге он мне пишет, должен по тысяче хотя бы с каждого ролика иметь, найди рубрики, найди совместки, пятое, десятое, всё, у меня, блядь, кончаются, пацаны, слова, потому что я реально искренне не понимаю, не понимаю, что говорить в этой ситуации, просто, пацаны, беру эту ситуацию вам, ваши ушки, ваши головы, разбирайте сами, пишите в комментариях, как вы думаете, кто прав, кто виноват, я бы постарался вас максимально всю эту движуху влить, что было, что нет, какие были у меня за эти три дня моменты эмоций с нуля до, блядь, вечного, просто ты, Тимур, не представляешь, сколько людей ждало меня на этом кубке, сколько людей писало, что я очень хочу, чтобы ты именно участвовал, ты заслужил, плюс ты сам пишешь, что ты не первый год снимаешь, значит, ты мониторил мой канал, значит, ты смотрел мои ролики, значит, ты знаешь меня давно, не понимаю, Тимур, искренне, конечно, прости, что все это вывалил, что все это выложу, но ты сам должен понимать, что без этого не может быть, потому что, пацаны, сами понимаете, что несправедливая ситуация произошла, возможно, я действительно заявляю сейчас пылю, возможно, Тимур реально прав, но я не отрицаю, что он прав, но, пацаны, это можно было сделать максимально красиво, максимально качественней и просто круче, потому что Тимур опытный мобильный фифер, снимает давно, у него столько было переговоров, и неужели он не мог просто, максимально, просто взять, просто, максимально просто написать мне в ВК, что, бро, ты не подходишь, у тебя маленький актив, а не потом это писать, когда ты уже кинул ссылку и меня влил в эту движуху, искренне не понимаю, пацаны, но факт остается фактом, я в этом кубке мобильных фиферов не участвую, я был кандидатом, я мог участвовать, но нет, в итоге в этом кубке мобильных фиферов уже появилась информация, кто будет участвовать, кто на отборе, кто в основном турнире, люди, которые, с которыми я в очень хороших отношениях, хочу искренне пожелать удачи Тимуру на этом кубке, пожелать удачи молодым ребятам, пацанам, которые на этом отборе участвуют, искренне хочу пожелать удачи победить многим, потому что я знаю, что многие до сих пор смотрят мой канал, и все, в принципе, я заканчиваю этот ролик максимально грустно, но, пацаны, это жизненный опыт, урок, который я должен извлечь и постараться исправиться в следующий раз, не быть таким наивным и просто же, не знаю, что-то как-то более умнее делать, но свою цель я выполнил, Тимур просмотрел мой канал, до сих пор наверняка смотрит, я был кандидатом, это немаловажно, потому что, видимо, кто-то что-то заметил, пацаны, с вами был Дядя Некит, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нагоняйте мне актив, и, быть может, потом я залечу, потому что слова Тимура были такие, что потом ты обязательно залечишь, пацаны, кстати, это надо тоже взять обязательно в этот, в красную такую штучку, Тимур написал, что ты потом обязательно залетишь, пацаны, но это уже вам на рассмотрение, Тимур на усмотрение, всем спасибо, пацаны, всем пока, народ!